тибетский автономный округ это страна составе китая при этом сам китай живет в общем-то неплохо а вот тибетский автономный округ в общем-то и не сильно хорошо и холодина эти камни там особого почувствовать ничего невозможно почему же я назвал школу кайлас школой кайлас дело в том что сама гора кайлас она не называется кайласом она называется кайлашей или кайлашем даже в русской транскрипции используется слово меру или слова кайлаш если быть правильным впервые кайлас как бы было сказано о некой стране это было сказано шиви шиви портуране помню шиви порани в рассказе где шива говорит своей жене про вати следующие слова в мире богов на самой вершине прекрасной страны богов кайлас появится обитель абсолютно чистых абсолютно добрых и абсолютно счастливых людей задачей которых будет наслаждение жизнью наслаждение друг другом и наслаждение цветами мира которые под их ногами будет располагаться когда-то когда я это читал я был еще очень маленький не знаю там где я это вычитал но на меня настолько это повоздействовало когда я открывал школу кайлас то одной из моих задач которые ставлю для себя как ключевую задачу это создание никого морального может быть виртуального в дальнейшем возможно даже и физического образа страны образа страны где по по моему мнению могут люди жить совершенно по-другому то есть где будет контролироваться где люди не захотят врать где люди будут заниматься эзотерикой профессионально я эту страну возможно и низ не построили и не создан но зато я буду тем человеком кто когда-нибудь об этом начнет говорить мне очень симпатич